здравствуйте уважаемые доброго времени суток меня зовут нико я живу работы в нью-йорке и я рада вас приветствовать на моем канале посвященном американская винтажной бижутерии сегодняшнее видео я хочу посвятить феноменальным украшением которые нам удалось найти в пенсильвании я рассказываю часто до что мы по субботам выезжаем за город потому что в нью-йорке украшений каких-то достойных найти практически невозможно много охотников много желающих и приходится отъезжать но чем дальше отъезжаешь тем более великолепно украшение удается найти и начать хочу с серег у них как бы ничего особенного нет кристалла это стекло винтажные кроме того что одна серьга была без кристалла а второй кристалл я нашла совершенно в другом магазине где-то за 100 майлов от первого причем эти магазин между собой никак не связаны как так получилось я не знаю но понятно что это кристалл не из этой серьги но видимо что-то было похоже такие сережки крючочки замочки вот кристалл абсолютно идентичный даже задничек у него так украшение которое с которого вы мне хочется начать сегодня она мне очень восхитила компания торонто тоже редко достаточно попадается канада торонто нам канадские украшения иногда попадаются но посмотрите уже если попалась так попалась какая красота такой и резирующий какой-то эффект на кристаллах на цветках металлические цветки красивые с такими пильдотовыми вставками черненый металл в общем украшение сказочное согласитесь со мной с покажу не менее сказочное украшение начну с необычных то что меня прям поразило посмотрите как интересно собранным то есть там по себе как бы элементы ничего особенного но способ сборки просто шикардов то есть кристаллы я джинина не на на клею или нет они собраны в разные стороны стекло металл пластичек такой под бирюзу замочек добротный такой даже там написано по нас посмотрим какой-то значок буквочка джи не знаю что это означает а тут это 4 14 каратное золото я так понимаю замочек ну видите как прекрасно сразу хочется значит пить как прекрасен этот мир посмотри посмотрите на вот эту красоту но это же красота но это же просто сказка это listener я listener обожаю какие красивые кристаллы с таким бензиновым эффектом просто сказка неземная красота неземная неземная так дальше брошечка класс нючая такая маленькая класс нючие красивые очень стразики с эффектом а б это 40 вентри 40 метри 40 конечно поскольку у нее не было своего дизайнера они покупали у всех поэтому вот сказать что допустим это сара невозможно потому что может быть абсолютно все что угодно манэ взяла потому что не смогла пройти мимо такого блеска как-то камера не очень передает а так я сейчас вся комната у меня в сверках в сверках так есть это есть дальше мне попалось нескольких магазинах кресты я не очень люблю вообще атрибутику церковную вы я так особо этим не занимаюсь так значит это кременс всем известный до кременс это по золото всегда и здесь очень похоже что это янтарь но я не уверен так следующий крест который мне попался без маркировок но почему-то мне кажется что этапа золото и аметисты натуральные но и этот аппалитовое стекло и и третий мне попался я смотрю до маркировок тут тоже нет такой жемчужный просто роскошь роскошь так есть роскошь посмотрели роскошь уходит вот и же поскольку тоненькие цепочки показываю покажу еще парочку заворожила меня тоже маркировок нет вот этот кулон скажите мне что это такое стекло не стекло камень такой как морозный эффект немножко есть может это вот это черепаховая до стекло или как она там называется может это она то что вещица старенькая 60 так еще одна очень классная вещь но я думаю что это где-то 80 тоже камень посмотрите как они его огранили просто бомба ракета петарда что сверкает и хочется сразу одеть и носить металл цвета серебра светлого маркировочек нет но его все равно хочется одеть и носить так и последний на сегодня тоненькая цепочка допам больше нет тоже с аппалитовым стеклом чем привлекла вот этим подвесом очень классным чем таким здесь тоже по маркировок никаких нет да ну тоже кажется что по золото тут есть потому что ведь это украшение тускнели какие-то за там 50 лет вроде так и надо так следующее украшение она в общем-то достаточно простое привлекло но тем меня что это 1928 вот не знаю как-то всегда его беру здесь она совсем простенькая такое старчик по традиции я не смогла устоять его взяла дальше следующее посмотрите шикарная какая-то брошь эта компания джей джей я посмотрела очень она редко встречается солнце луна очень крупная такая роскошная причем вот эти вот серебристые части я даже не понимаю как это выполнено потому что это металл а почему как он изнутри светится я не понимаю ну очень красиво дальше следующее украшение это пластик я знаю что на рынке достаточно много таких украшений скажу вам честно я его взяла для себя люблю я очень крупные украшения из люблю зеленый цвет вот то что пластиками это не смутил он очень роскошно смотрится на шеи буду блистать следующая брошечка тоже артеком кристаллики жемчужинки немножко эмали вот здесь даже мне кажется где листики неплохое состояние это же она даже маркировка но я думал тут нет маркировки секунду это тоже моно моно процессе после меня поразил поразил так следующее украшение серебряная цепь италия 25 проба и кулон кулон мне кажется не отсюда я сюда бы переставил это серебряный потому что но это какой-то арт стекло даже не турмалин и видно что они отличаются да по и по виду и по цвету и по всему на свете так дальше дальше серьги красота цитриного цвета кристаллы великолепно фальцитированы и за счет этого просто сверкают как бриллианты хотя это стекло очень красивая вещь тоже так теперь теперь котик от компании тоже джей джей смотрите какой грустен он наверно падал зацепился перед ними лапками за веточку и висит его никто не снимает из-за этого он очень расстроился он такой тоже грустненький грустный котик грустный при грустный котик так есть у меня несколько браслетов вот такой вот каф браслет сказочно прекрасный с крупными кристаллами всевозможной формы размеров все кристаллы стекло желтая это эмаль цвета золото по моему маркировочек нет маркирующие не тут что то есть сделаем дот и внутри надо его почистить повидал биби так еще один браслетик маркировочка тоже тут есть джей крю здесь он открывается поперечные ряды и планочек с кристалликами все кристаллики на месте нужно немножко почистить понятно что вещи долго где-то лежали так следующая следующая просто серебряная цепочка к она с интересным плетением и кулончик здесь тоже явно не отсюда буду менять что он не по стенке шапка слишком мало для такого украшения дальше сережечки замочек крючок филигрань и такой кристаллик цвета дымчатого кварца маркировок нет разрешенный задничек тоже классные следующее украшение это амуранское стекло тоже старенькая бочоночек замочек который я даже раскрыть нема мы очень давно открывался она большой достаточно его скорее всего одевали через голову квадратные такие квадратные при прямоугольные элементы муранского стекла через спины и металлические такие планочки образуют колье так еще одно хочу пакетики она чтобы не запуталась показать еще один безель он уже запутался вот эти тоненькие конечно украшения они вообще надо как-то подвешенном состоянии хранить что ли мне нигде их вешать я сейчас поразвешивала все украшения которые помните был лот было очень много на таких типа лесках украшения они очень красивые но все такие помятые и я сейчас ищу способ как эту леску выровнять я уже на горячим паром держала и мочила сейчас просто вывесила дома может если они повисят под но собственной тяжестью может быть через какое-то время не обвиснуть сейчас уже конечно лучше но все равно ну когда деваешь на шее у тебя на шее что-то помятое такое понятно что это никто носить не будет я всегда все примеряю на себя поскольку я люблю очень украшение их ношу я себе задаю вопрос я такой одену если такое одену значит да я тогда могу это продавать если я такое не одену а помятое украшение не одену ну что это такое ну покры его распутывала недавно как так как так скажите мне почему почему она так запутывается быстро ну в общем не суть значит это тоже безель крупные квадратные кристаллы я думаю что сваровский в оправе безель необычная квадратная форма обычно без их круглая вот такие разных оттенков и зеленые и голубые и розовые достаточно длинная сейчас покажу если у вас ты распутать покажу длину я думаю что в два раза на шейку изи можно мне кажется что она будет красиво смотреться именно в двойной обмотке вокруг шеи тогда вот видны все кристаллы одновременно кристаллы тут очень красивые и не распутывала на все длинное поверьте мне на слово что это будет долго темно-синий этот дымчатый какой-то светло-синий розовый зеленый чем абсолютно разные такие красивые так далее так дальше дальше очень интересная на мой взгляд украшение чокер это такая какая-то сетчатая ткань с каким-то шиммерным эффектом компании экспресс я рассказывала о ней но суть чем то что это очень классно смотрится на шее я примерила я сначала думаю как эта тряпка ерунда какая-то там примере на и поняла что есть на что посмотреть эффектно на шейке смотрится так следующее украшение компании лофт тоже рассказывала я о ней неоднократно великолепного качества украшения это стекло причем посмотрите стекло серенькая вообще решение серо-розовая цветовая гамма просто бомбическая стеклянные бусины так интересно ранены черненый металл замочек и шилдик с маркировкой украшения так следующее украшение мне попалось даже трудно мне сказать я честно даже не помню и как я его покупала и зачем просто запуталась каким-то другим тем не менее есть имеет место быть какая-то загугулина вместо подвеса и цепочка под золото маркировочек нет так следующее украшение это роскошь роскошь россыпь кристаллов бусин стекла всего на свете такая вещь здесь и стразовые цепочки свисают и просто цепочки и стеклянные бусины и пластиковые бусины и все это великолепие висит у вас на шее цепочка цвета черненого металла сверкает и завораживает так и последнее украшение которым я хочу сегодня закончить это вот такие бусы здесь тоже длинная нить замочек тоггл есть шелдик с маркировкой это секундочку премьер дизайн здесь стекло граненое натуральный камень фили грань бусины и металл и все это сочетается в одной цепи его тоже можно вернуть его крушение два раза и тоже будет смотреться очень неплохо ну на сегодня вот и все я с вами прощаюсь и в следующий раз возможно у нас будет бабушкина шкатулка по крайней мере мне обещали шкатулку и обещали что она будет весьма и весьма поэтому до следующих встреч подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ставьте колокольчик напоминание что не пропустить очередное видео люблю целую обнимаю всем пока пока хэв гудэй бай бай ваша ника